В одном из детских лагерей республики проходит профильная смена российского движения школьников. В ее рамках предусмотрены панельные дискуссии с представителями самых разных профессий. Вчера воспитанники лагеря встретились с министром информационной политики и массовых коммуникаций Александром Ивановым и руководителями ведущих СМИ региона. Дети в медиапространстве. Название дискуссии подобрано не случайно. Сегодняшние школьники быстрее взрослых осваиваются в информационной среде. У одних из присутствующих собственный канал на YouTube, у других – колонка в школьной газете. Даже несмотря на это, воспитанники лагеря поначалу стеснялись живого общения. Как ни крути, выступают известные личности региона. Но постепенно завязалась дружеская беседа в формате живого диалога. В ходе него обсуждались актуальные темы для школьников и юношеских СМИ. Начинающие журналисты интересовались, как долго готовится газета, не затмили ли печатное слово сетевые ресурсы и как подбирается информация в новостную колонку. Уважающие себя средства массовой информации, будь газета, будь телевидение, радио, неважно. Они все имеют на руках перечень мероприятий важных, политических, экономических, значимых. Мы сами знаем, что об этом нужно обязательно говорить. Наше население должно получать эту информацию. Политика, реклама, авторские права. РДШ-шники интересовались самыми разными темами. Речь шла и о безопасности в интернете. Пару ценных советов ребятам дали специалисты из Роскомнадзора. Какими навыками должен обладать современный журналист? Пожалуй, это самый важный вопрос, который задали спикерам дети. Главный редактор советской Чувашии Владимир Васильев отметил, что в настоящее время не хватает профессиональных фотокорреспондентов и верстальчиков. Руководитель Грани Наталья Колыванова подчеркнула, что современной журналистике нужен универсальный солдат, готовый самостоятельно писать и верстать статьи. Исполняющая обязанности директора национальной цели радиокомпании отметила, что журналист должен быть настойчивым и любопытным. Погружаться в будущую профессию необходимо уже сейчас. Мы тоже много работаем с детьми. На национальном телевидении у нас есть две программы в детской редакции. И хочу вам сказать, что в ближайшее время мы на самом деле сейчас хотим расширять нашу детскую редакцию и делать новые детские программы. Поэтому те, кто хочет стать телезвездой, у вас будет этот шанс. Совсем скоро мы объявим кастинг детей-ведущих. По итогам дискуссии ребята получили ценные призы от руководителей ведущих СМИ Республики. Но самым главным приобретением для ребят стали далеко не подарки. Дискуссия была обалденная. Я лично получила море позитива, море энергии. Я узнала очень много интересного. Здесь было очень много познавательного. Александр Степанович нам море всего рассказал. Было очень приятно, что они приехали помочь нам. Мне очень нравится общаться, снимать все на камеру, монтировать самой. Это очень интересно. Дарина Игнатьева, Оксана Чкасова, Арена Гавилиан, Республика.